Слава Богу! И вот сегодня 24 мая 2016 года и сегодня по календарю Восточной Православной Церкви и Русской Православной Церкви и в нашем календаре тоже Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя тоже обозначены эти имена. Это память равноапостольных, как мы их называем, то есть людей, несших служение, апостольское служение, то есть это люди с апостольским служением, апостольским помазанием, ярко выраженным. Это Кирилл и Мефодий, учителя славянские, то есть просветители славян и люди, которые посвятили свою жизнь, оба родные братья, они посвятили свою жизнь проповеди Слова Божьего и распространения христианства среди славянских народов. Они трудились еще в 9 столетии за 150-100 лет до начала Крещения Руси, потому что Киевская Русь была, ну начало Крещения Руси в 988 году, начало произошло Крещение самого Киева, по крайней мере, в 988 году. Вот, а Мефодий умер в 885, а Кирилл в 869, еще раньше. И Кирилл и Мефодий, учителя славянские, они сами наполовину славяне, их мама славянка, папа грек, и видимо наставление мамы, они сыграли здесь очень большую роль. Мне, как епископу православному, очень приятно то, что, вот констатирую факт, что, знаете ли, и в глубокой древности, и в православии были люди, которые действительно шли, не просто плыли по течению, а были вот в таком смысле реформаторами, что плыли порой и против течения, когда это нужно, шли за Господом. Да, в чем, почему я отношу их все-таки к реформаторам? Их трудно назвать реформаторами в таком современном смысле, как мы обычно представляем себе реформацию. То есть церковную реформацию, современную реформацию, допустим, или реформацию времен Лютера, или реформацию, допустим, которая была еще до Кирилла Мефодия, еще в восьмом столетии, вспомним тех же самых Льва и Савра, Константина, его сына, вспомним Фомукла Вдиопольского, Константина Накалийского, епископа, других реформаторов. То есть восьмого столетия, за сто лет еще до них. Это уже как бы можно, их можно назвать реформаторами вот в полном смысле слова. Но в чем реформаторство Кирилла Мефодия? В том, что действительно эти люди, они, ну по сути, выступили так или иначе против такой сложившихся, против сложившихся таких устоев церковных. Да, кстати, расскажу, что в то время была такая традиция, сложившаяся уже традиция, предание некое. И эту традицию называют сегодня обычно догматом, что ли, о трех языках. То есть вот то, что только лишь на трех языках, священное писание, значит, и служение допустимо, только лишь три языка на земле из всех языков являются боговодухновенными, как бы вот в таком смысле, что они для служения. Но по сути, хотя говорится о трех языках, но по сути шла речь лишь о двух языках. То есть юридически говорилось в то время о трех языках, но фактически шла речь о двух языках лишь даже, даже не о трех. В основу этого предания легло, вы не поверите, но те, кто знают, те, конечно, знают, но... Ой, те, кто мало, может, историей увлекаются, интересуются, но вы будете просто ошарашены. Такая маленькая деталь, на которую даже внимания не обращаешь фактически изначально-то, что над Иисусом Христом была табличка на трех языках написана. Значит, это на еврейском, на греческом, на римском. Вот на трех языках надпись. Почему Понтий Пилас делал на трех языках, а не там на 33 языках? Ну, понятно, табличка на 33 языка и не поместил, да и не нужно на 30 языках или 70 языках, не нужно. Потому что в то время латинский официальный язык, греческий язык большинства населения, понимаемый тоже населением, вот, и еврейский это национальный местный язык. То есть, получается, будем так говорить, это три языка, на которых разговаривали и читали люди, проживавшие в этой местности. И все. Ну, наверняка были представители каких-то других еще наличия языков, но если они были, то это отдельные, будем так говорить, туристы, гости какие-то. Значит, и все. То есть, поэтому Понтий Пилас приказал на трех языках. Если бы, допустим, там бы общались только на двух языках или на одном языке, то надпись была бы на одном языке или на двух языках. Вот. Так вот, и вот якобы Писание, допустимо, читать и Слово Божье провозглашать, и служение проводить, только лишь на этих вот трех языках. Но, по сути, шла речь о двух языках, потому что в то время была уже вовсю популярна теория замещения, поэтому еврейский язык считался уже все, уже замещенным, все, ушедшим в небытие. Поэтому на нем не практиковалось ничего, он считался язык уже умерший, прошлый, все. По сути, шла речь о двух языках, о латинском и греческом. Латинский и греческий языки. И так негласно мир тогдашний, христианский, был поделен на вот два языка, будем так говорить. То есть, это греческий на востоке и латинский на западе. То есть, ну, со временем это вылилось, мы знаем, да, во времена раскола, когда, ну, по сути, если посмотреть правде в глаза, то мы, православные, отошли от католической церкви. Ну, хотя у нас обычно в семинариях говорят, что это католики от нас откололись, но, как бы, это не от большой грамотности люди обычно говорят, потому что, по сути, именно мы, православные, тогда вступили в эпоху схизмы, схизматиками стали. То есть, мы откололись от единства католической тогдашней церкви, единой до того. Ну, а по большому счету, сегодня это признают и Вселенский наш патриархат, и западный папа римский признают, по сути, вина в этом разводе, в этом расколе была обоюдная. То есть, как бы, потому что и папа тогдашний не проявил, ну, терпимости, как бы, да, значит, и проявил лишь гордость, и восточные оказались очень большими смутьянами, знаете ли, раскольниками. То есть, получилось, знаете ли, коса на камень нашла. И, в принципе, сегодня историки и православные наши, и западноевропейские наши братья, там, католики, признают, в принципе, признают на самом высоком уровне, что этот раскол не имел никакого основания богословского, реального. Вот, это все было надумано, выдумано, с пальца высосано, с потолка взято, просто-напросто. Поводы были совершенно надуманные. Необходимости не было. Абсолютно никакой. Единственное, чем можно объяснить это, и чем объясняют историки, будь то христианские, или мусульманские, или атеистические историки, иудейские, это политика. Реально, это политически, надо правде в глаза посмотреть, что это так, на самом деле. И в конце 60-х годов это официально было задекларировано, значит, в 1967 году, в декабре месяце, официально было задекларировано и папским престолом официально, и с покаянием в этом расколе, и вселенским патриархатом совместно со всеми известными и малоизвестными православными церквями во всем мире. Это в конце 60-х годов официально было заявлено, и официально было заявлено, что снимаются все анафемы, возложенные католиками на православных, как бы, на восточную церковь, и восточными снимаются все анафемы, возложенные на католическую церковь. Это в 67-м году еще было сказано. И не только сказано, а торжественно в присутствии там епископов, метрополитов, кардиналов, там все, и на востоке, и на западе, и в Стамбуле, и, значит, там, в Ватикане, в Риме. Торжественно было это все задекларировано на греческом, на латинском, и также это было, будем так говорить, самим делом показано. То есть точные копии вот этих исторических документов, хранящихся, значит, в музеях, значит, были сделаны точные копии, и торжественно они были уничтожены и на востоке, и на западе. Вот, это было очень важным. Единственная церковь, которая не присоединилась тогда, опять-таки, из-за политики, это была русская православная церковь. Потому что по решению на Лубянке, которое было принято, и коммунистической партией тогда, лидерами, значит, Советский Союз отказался участвовать в этом мероприятии, и было принято решение, и заявлено, что в Советском Союзе этот процесс не должен иметь места, вот, что русская православная церковь должна стоять особняком, и не вмешиваться в этот процесс. Потому что увидели в этом угрозу. Вообще, все, что касается объединения общехристианского, значит, тогда коммунистическая партия и непосредственно вот ЧК, там, КГБ, видела большую угрозу. И даже доходило до того, что один из лидеров, все-таки, ну, русской православной церкви, и непосредственный двигатель, как бы, вот этого процесса, все-таки, именно единства, митрополит Никодим Ленинградский тогдашний и Новгородский, он даже был убит тогда по решению КГБ СССР. Ну, официальный некролог говорил, что это был сердечной недостаточностью причины смерти. Но уже в начале 90-х, когда были опубликованы документы секретные заседания КГБ СССР в конце 60-го, начало 70-х годов, то опубликовали и материалы заседания совершенно секретные. Там было подписано все хранить вечно, совершенно секретно. Значит, потом секретно, совершенно секретно, абсолютно, там как-то еще там было написано секретно, с печателями ЦК КПСС, вот заседание самых первых лиц государства и КГБ СССР. Значит, и среди решений было, решение принято о физической ликвидации некоторых граждан и Советского Союза, и за границей, которые представляли угрозной безопасности внутренней и внешней политики Советского государства тогда. Вот, и среди этих лиц, которых было постановлено уничтожить физически, был митрополит Никодим Ленинградский-Новгородский. Вот, и его убийство было, по сути, это одно из первых опробований вот этих секретных технологий КГБ тогда. Значит, и владыка умер этот. Но то, что он умер, он умер мучеником. Об этом говорили тогда еще, но, как бы, сейчас это мы уже знаем уже точно уже. Никодим, кстати, Никодим, это один из ближайших друзей моего архиепископа, который меня руполагал в 91-м году, священники. Это архиепископ, подпоследствием митрополит, значит, Симон Рязанский-Касимовский. Вот, и в офисе, ну, в келье архиепископа Симона Рязанского всегда самые крупные, все внимание на это сразу обращали, очень тогда необычно, это портрет митрополита Никодима был, самый большой, самый большой размер. Вот, и все, кто выходил и выходил из его, как бы, офиса, кельи, всегда видел вот этот большой портрет митрополита Никодима. И на столе, рабочем столе письменном, потому что я у архиепископа Симона часто бывал тогда, значит, и был портрет Никодима, и книга, как раз подписанная, вот, незадолго до смерти, вот. И, значит, благодаря митрополиту Никодиму, это тоже, как бы, вот наш такой реформатор советской эпохи, советской эпохи, значит, благодаря митрополиту Никодиму, значит, в 1971 году, все-таки, кое-что изменилось. Значит, дело в том, что, хотя в 67-м делегация советская не выехала, православная, церковная, не выехала, значит, на это общецерковное и общехристианское такое празднество. Там были протестантские епископы, священнослужители, тоже участвовали в этом мероприятии. То есть, это было общехристианское мероприятие, не имевшее аналога вообще. Потому что официально после 1054 года ничего подобного не было абсолютно. То есть, с середины 11-го столетия никогда не было ничего подобного. Были попытки отдельные, но они, знаете ли, как правило, заканчивались очень неудачно. Даже заикаться было в этом неприлично даже, вот считалось, долгие столетия. И вот после Второй мировой войны все это стало возможным, благодаря там тоже, значит, некоторым, ну, священнослужителям, лидерам христианским тогдашним, послевоенные годы эти. Это как раз, хочу вспомнить, Ивана XXIII, Папу Римского, который, по сути, стал, ну, инициатором вот этого процесса. И хотя тогда в рядах католической церкви и среди иерархии его очень мало кто поддерживал в этом, значит, но, по сути, его именно харизма, его именно вот это вот желание огромное преодолеть это разделение в христианстве, это, ну, сыграли огромную роль просто-напросто, огромную, религиозно-политическую. Это и, вспомним, Вселенского Патриархата, значит, представители и Антиохийского, и Иерусалимского, африканские, древнеправославные церкви, то есть, значит, дохалкидонские, то есть, очень разные православные церкви участвовали в этом процессе, слава Богу. Это, ну, это была огромная, была огромная победа. 1967 год, поэтому вошел в историю именно не только как год восстановления Иерусалима, как столицы еврейского государства, вот я об этом говорил тоже на проповедях в эти дни, но также вошел в историю 1967, как именно год, когда, наконец-то, христиане сделали то, что они должны были сделать вообще еще и раньше, и, наконец-то, заявили, что церковь согрешила и согрешает, и, хотя обычно православные, ну, западноевропейские, католические, католические иерархи, они хотя бы говорят время от времени о том, что, значит, церковь ошибается, допускает ошибки, надо исправлять, и порой, вот, необходимо каяться. Восточная православная церковь так, испокон веков так заведено, считает, что церковь вообще безгрешна, и не может ошибаться вообще. Понимаете, такая гордыня такая, это очень страшная гордость. Вот, и уж даже и количественно, и качественно православная церковь, она, ну, очень сильно отстает, вот, католическая, конечно, вот, католическая она и количественно огромна в разы, и качественно, конечно, тоже это, ну, скажу, это тоже очень заметно на сегодняшний день, но, однако же, несмотря на то, что несравненно больше католическая церковь в разных отношениях, значит, ну, хватило ума и мудрости и решимости признать ошибки, и признавать ошибки. Знаете, это очень важно. Мы, как говорится, маленькие, но гордые православные. Вот это очень, это гордость нищего, она очень печальна просто-напросто. Вот, ну, я так из Писания привел, примерно такое, то, что Бог ненавидит гордость нищего. То есть, когда человек, он, как бы, и ему, как говорится, само даже положение, оно, как бы, его направляет смиряться, а он гордится. Вот такая ситуация, она, Бог это ненавидит просто-напросто. И если мы не хотим быть, значит, под Божьей ненавистью, а в Божьей любви, то мы должны смиряться, признавать ошибки и каяться, и работать над ошибками. И Бог смирен нам дает благодать, а гордым он противится всегда. Мы же не хотим, чтобы Бог нам был противником. Не дай Боже такое. И вот, значит, и, и вот, слава Богу, что тогда же, в конце 60-х, в 69-м году, в 70-м году, митрополит Никодим, он стал об этом говорить у себя в Ленинграде, в Александроневской лавре, значит, стал говорить об этом, значит, прилюдно и в Великом Новгороде, ну, и в Москве, когда он бывал в столице, там, в Москве, на встречах. И вот, так получилось, умер патриарх, который как раз тогда возглавлял русскую православную церковь, Алексей Первый был, Алексей Первый, Семанский. Но, к сожалению, ну, как говорится, не хочется судить умершего уже, но этот человек поступил несколько раз, к сожалению, в жизни очень недостойно. То есть, ну, это предмет больше покаяния, как бы, для церкви, там, и сегодня. И он же воспевал Сталина, как супергероя, то есть, спасителя человечества. То есть, это был его первый грех, очень страшный грех. Хотя ему говорили, епископы некоторые, что это недостойно, когда большинство иерархов умирало в лагерях, значит, в военные годы, в послевоенные годы, значит, там, вот, знаете, вот, а он пел дифирамбы, значит, Сталину. Ну, вот, к сожалению, так, да. А другой его грех был в послевоенные годы, это сразу после войны, как раз, да, это было, тоже его второй грех был тогда же. Это было то, что он церковь поставил, официальную православную русскую церковь поставил под государство очень жестко и под контроль КГБ. То есть, он обязал даже, по сути, быть одним из отделов КГБ тогда, значит, официальную православную церковь. Это было очень страшным решением, и оно имело очень дурные последствия впоследствии. И вот, и тогда, в 69-70-м, Алексей I тогда еще согрешил, еще очень страшно согрешил тем, что он попытался задушить всю эту реформу и самого митрополита Никодима, и, по сути, он воздавлял эту травлю. Это было очень страшно. Историй до сих пор об этом и читать, и вспоминать, вот, слушать воспоминания старых священнослужителей очень неприятно. Но, знаете ли, потом так получилось, он скоропостижно скончался как раз. Я думаю, что даже его смерть была не случайна. И верю, что Бог сам допустил, чтобы этот патриарх ушел, ну, раньше, может быть, даже времени, вечность. Потому что, если бы он не умер, то могло быть все совсем по-другому тогда. И вот в 71-м году, когда не стало патриарха Алексея I, в Москве был собор тогда, и, значит, избрали, на соборе избрали патриархом Пимена. Избрали его патриархом. И, так вот, и, может быть, это кому интересно, неинтересно, но это очень важно, чтобы понять сегодняшнюю действительность нашу церковную, услышать. Накануне собора этого московского, Никодиму пытались просто-напросто и прямо, и из-под тяжка заставить его, вынудить его молчать. И ему угрожали, и КГБ ему угрожало, и открыто уже. И, значит, и свои иерархи угрожали ему многие. Братья же, вот, что самое обидное, конечно. Вот, и расправа физическая, и снятие со всех должностей церковных, и прочее, прочее. И, знаете, он, как чувствовал уже, Никодим, фактически там какие у него были сбережения небольшие, он был очень таким скромным человеком по жизни. То есть он даже абсолютно такой был, как бы такой смиренный человек, скромный, кто его знал. И я слышал много раз от Симона Рязанского, от других епископов, священников старых некоторых, вот что от Иоанна нашего. Тоже слышал, что Никодим все время там очень скромно вел себя, фактически не имел ничего. Но то, что он имел, он стал все это раздавать и бедным там, и все там. То есть он как бы, ну, он понимал, что уже как бы ему не простят то, что он собирается сделать. Значит, и он выступил. Как ни накануне отдел по делам религии, значит, там, председатель, просто рвал и металл. Сохранились даже некоторые там указания. Вот. Он просто настаивал на том, чтобы, давил на всех епископов, чтобы они заставили Никодима молчать. Потому что его было выступление, он член Синода, он должен был выступить, но чтобы он промолчал именно об этом, о единстве христианском и прочее. Но, слава Богу, Никодим выступил. Это было его последнее выступление. После этого его убили. Но, значит, это выступление, оно вошло в историю русской православной церкви. Как скажу, как вот Островского можно, так вот, как бы, образ Екатерины обычно мы как в литературе изучали, да? Луч света в темном царстве. Вот. И вот это выступление Никодима за все послевоенные годы и до начала перестройки это был вот такой луч света, яркий, очень яркий луч света в темном царстве. И до сих пор это, кстати, полное его выступление, стенография до сих пор не издано. Значит, ну, официально даже то, что было издано в журнале Московской Патриархии и потом перепечатывалось, это просто... Ну, те, кто не знает церковную действительность, им кажется, ну, выступление митрополита, ну, как бы, хорошо коснулся разных тем. Но, действительно, это было историческое. Я вам скажу о самой сути выступления и потом завершу эту часть, вторую часть. В чем была историчность его выступления? Он, во-первых, осмелился заявить о том, что нашей церкви, русской церкви православной, необходимо, значит, примкнуть к этому общихристианскому процессу. Мы не часть отделенная, как это сектантская такая, а мы часть общего христианства. Мы не должны себя особняком отделять ни православная церковь в целом, ни непосредственно русская православная церковь. Не должны отделять себя от единства христианского. Вот, значит, и его выступление было настолько успешным. Представьте, ни один из епископов его официально не поддержал, но, когда зашла речь о голосовании, фактически, подавляющим большинством голосов, было принято это решение. Это было чудом. Реально было чудом. Хотя голосовавшие понимали, что за это их, ну, по шапке дадут им, но они понимали, что их, по отношению к ним репрессии, это ничто в сравнении с тем, что ожидает Никодим. Они понимали, что они уже, ну, многие прощались с ним уже, все. Ну, они понимали, что он себе смертный приговор подписал, потому что, вот, были оппозиционеры, которые скрежетали зубами, прямо на соборе, буквально скрежетали зубами. Вот, и выкрикивали уже все, значит, но большинство просто тихо восхищалось тем, что это прозвучало. Знаете, это было, скажу так, даже выступление там Хрущева, значит, в свое время там о сталинизме, это было, это было ничто в сравнении с тем, что, ну, так, если сравнить, как бы, значит, пусть это было недолгой эйфории такой, но решение было принято, несколько голосований было, и по всем голосованиям настолько была речь, ну, скажу так, проще, и поистине это была именно помазанная речь, то есть не просто сами-сами слова были вроде обыденными, но, я так понимаю, было само помазание определенное, которое работало, и, конечно, вот его харизма сама. И, значит, да, наверное, вот сделаем сейчас перерыв, и потом продолжим на этом месте, потому что хочу еще тоже продолжить и о Кирилле и Мефодии сказать, и по поводу митрополита Никодима еще пару ласковых слов скажу, потому что это очень важная тема, которая сегодня, очень многие сегодня, к сожалению, чего греха таить, священники, епископы, нос воротят, и когда там Никодима, вспоминаешь Ленинградского, говорят, а, это Никодимовщина, а, это там полуеретик, сектант какой-то. Неведение. А те, кто знают, они даже и специально даже так вот, знаете, вот пытаются очернить его память, но по сути, да, я не говорю, что он прямо супергерой, идеальный, тоже у него были проблемы, и, как бы, я не хочу там говорить, что это был идеальный человек, но, но, скажу так, а судей кто? Вот. И, а второе хочу сказать, что то, что он сделал, это имеет историческое значение для не только русской православной церкви, но и для всего православия, и для нашей церкви реформаторской, православной церкви Христа Спасителя, потому что сегодня и мне проще о многих вещах говорить, потому что был голос и до меня об этом непосредственно. Пусть Бог вас благословит, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь.